Приказ по ГБУ школа номер 878 от 16 февраля 2016 года номер 16-D на основании распоряжения Департамента образования города Москвы наградить памятным знаком участнику торжественного марша 7 ноября 2015 года следующих кадет восьмого класса. Бек Максим Волков Андрей Служу Российской Федерации Гриша Алексей Поздравляю тебя! Служу Российской Федерации Дергачев Артем Артем вручаю тебе знак Желаю тебе здоровья, счастья, 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 счастья Служу Российской Федерации Лобанов Александр 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 Поручаю тебе знак Желаю тебе здоровья, счастья, 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 счастья Служу Российской Федерации Михайлов Алексей Служу Российской Федерации Служу Российской Федерации Служу Российской Федерации Усманов Александр «Служу Российской Федерации» К 디 margin К anxiety Кс Желаю тебе здоровья, счастья, 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 счастья К rapport Служу Российской Федерации. Щеглов Данила. Служу Российской Федерации. Уважаемые ученики, уважаемые кадеты, родители, гости, ветераны. Кадетский класс в нашей школе существует всего второй год. Но уже стали складываться добрые традиции. Одна из них, это вручение наград, происходит всегда от рук наших шефов, из рук наших шефов, из рук ветеранов. Поздравления тоже от наших шефов, от ветеранов. Сегодня заложили еще одну традицию в наш праздник. Если вы помните прошлый год принятия клятвы, то вынос знамени. Мы осуществляли с помощью курсантов военной академии. А в этом году уже была подготовлена своя знаменная группа. И я думаю, что они прекрасно справились с этой задачей. Бек Максим, Кононов Павел, Щеглов Данила, Усманов Александр. Молодцы. Слово для поздравления мы предоставляем нашему шефу от военкомата, генерал-майору запаса Полякову Николаю Борисовичу. Напутственные слова от кадетов. Уважаемое руководство школы, уважаемые дамы, приглашенные гости, дорогие родители. Сегодня в школе номер 878 проходит торжественное мероприятие, посвященное принятие кадетами клятвы. За клятвой пойдет потом принятие и военной присяги. Позвольте мне от военкомата, лично от себя, поздравить вас с этим торжественным мероприятием. Пожелать здоровья вам, счастья, благополучия, успеха в учебе, физического совершенства. Будьте всегда достойны наших предков, которые умели воевать, умели отстоять нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время в горячих точках с честью выполняли задания Родины. Особенно хотелось сегодня поздравить родителей, чьи дети сегодня принимали клятву, пожелать им здоровья, счастья и благополучия. Наконец-то вы дождались, когда ваш молодой боец встал на правильный путь, путь служения Родины. Слава кадетам школы номер 878. Слава советскому и российскому солдату, который одержал победу в годы Великой Отечественной войны и сегодня оказывает интернациональную помощь сирийскому народу. Всех вам благ, добрый путь, дорогие товарищи! АПЛОДИСМЕНТЫ Еще подарки, пожалуйста. Здравствуйте, ребята. Я сегодня хотел бы подарить лично от себя здесь несколько кинофирмов о Великой Отечественной войне. Посмотрите их обязательно и посмотрите, как ваши отцы и деды, прадеды боролись за нашу землю, с честью ее отстояли и разбили противника в собственном логове в Берлине. Пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо вам. Уважаемые руководства школы, дорогие ветераны, уважаемые ребята, которые приняли присягу. В фильме, который, видимо, многие видели, офицеры, есть такая знаменитая фраза. Есть такая профессия, родину защищать. Вот вы, может быть, не все 100%, которые приняли сегодня присягу, но я так думаю, что большинство из вас примут решение стать, в конце концов, офицерами и по-настоящему защищать свою родину. Это сделан очень важный шаг. Ну, вы знаете, какая сейчас обстановка. Наверное, родители вам рассказывают и телевизор смотрите. И вот это ваш поступок, что любить родину. Ведь защищать родину не просто надо защищать. Сначала надо полюбить ее, а потом уже защищать. Было бы что защищать. Ну, я про себя несколько слов могу сказать, что я прослужил 38 календарных лет. Начинал с курсанта, училища дивизиона или служба Майкоп, затем ГДР. После этого в Академию Цержинского в 59-м году я поступил. И в этом же году поступал я в Артиллерийскую Академию, а заканчивал Ракетную Академию. А на 59-м году, 17 декабря, был издан указ о том, что эта Академия стала Ракетной. И закончил я службу в Академию уже Божайского после агентуры в должности начальника кафедры оперативной подготовки. Я думаю, что те выпускники, которые сейчас обеспечивают боевые действия военно-космических сил, являются боевыми выпускниками. Я думаю, что они как раз успешно с этим справляются. Я вас поздравляю с таким важным шагом в вашей жизни. И думаю, что вы не ошибетесь, потому что эта стезя, на которой вы ступили, кроме хорошего, ничего не будет. Поздравляю и желаю вам всего самого лучшего. Ну и, конечно, хочу родителей также поздравить с тем, что ребята вот такое решение приняли. И от родителей, конечно, зависит многое, чтобы с этой стези они не сошли. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Очень значимо. Леонид Сергеевич заканчивал, учился в Академии имени Дзержинского, которая сейчас является Академией Петра Великого и является нашим шефом. Поэтому в плане преемственности я передаю слово для поздравления полковнику Военной Академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, Сот Алексею Алексеевичу. Спасибо большое за уважаемые руководства школы, уважаемые родители и, безусловно, уважаемые наши кадеты, которые сегодня приняли клятву. Мы сейчас, и это было уже сказано, что живем с вами в достаточно сложное время. И это время, оно не только сложное, но оно еще и дает нам возможность проявить себя. В настоящее время идет глубокое реформирование наших вооруженных сил, а именно технической составляющей вооруженных сил. То есть мы разрабатываем, принимаем на вооружение новые типы оружия, грозного, мощного, сильного оружия. И для того, чтобы это оружие разрабатывать, чтобы...